Казанская ратуша вновь распахнула свои двери для лицеистов Казанского федерального университета. Состоялся традиционный бал учеников лицеемени Николая Лобачевского КФУ. Бал несет высокую образовательную функцию. Мы учим детей изящным манером. Мы учим их выступать публично в несвойственной для себя атмосфере. Каждый может себя почувствовать участником пьесы, в которую погружаются на два часа все участники нашего бала. Перевоплотиться в любимого героя произведения была возможность у каждого лицеиста. Я являюсь гусаром, помощником Денисова из произведения «Войны и мира». Вообще я хотела бы ходить на героев из романов Николая Толстого. И почему-то я представляла себе Анну Каренину в платье такого цвета. Бал для меня это какая-то сказка, потому что каждый раз мы приходим и ставятся сценки Пушкина. Иногда они посвящены творчеству Льва Николаевича Толстого. И каждый раз мы окунаемся в эту волшебную атмосферу и можем почувствовать себя даже как девушки 19 века. В этом году бал посвящен 215-летию со дня основания Казанского университета и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина. Сделать фотографию с великим поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным. Поговорить о жизни с выдающимся математиком Николаем Лобачевским и самим императором Николаем Первым. Здесь все мечты становятся реальностью. Ведь эти три ключевые фигуры являются главными на этом баллон. В своем интервью Александр Пушкин, а точнее учащийся 11 класса Самат Мухамедшин, исполнявший роль русского поэта, рассказал о том, как важен для него этот образ. Я прочитал очень много его произведений Пушкина и максимально уж пытался к ним походить. Участвовать в этой сценке, постановке, играть в одну из самых главных ролей для меня очень важно. Я думаю, что это будет одно из самых незабываемых моих впечатлений на всю оставшуюся жизнь. Лицейцы танцевали польку, кадриль, парижский и русский марш и, конечно же, вальс. Танцую с голландским кавалером, главное ровно держать останки, делать шаги в такт музыке. И, конечно же, не забывать про манеры. Все-таки вокруг царит атмосфера 19 века. Бальные платья, нарядные прически, изысканные фраки и музыка перенесли всех присутствующих в эпоху 19 века. Анна Глазунова, Ленарда Влитяров, Универньюз.